Ваши документы Стоп! Самая главная ошибка у всех автовладельцев – это незнание своих прав. Незнание ни своих прав, ни прав автоинспектора. Административный регламент от 2 марта 2009 года, утвержденный приказом 185, гласит, что при обращении к гражданину инспектор обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и указать одно из десяти установленных регламентом причин, по которым он вас остановил. В противном случае ваши действия в нарушении Конституции Российской Федерации, статьи 24, и статьи 5 закона о полиции. Что я нарушил? Замкомандир батальона, старший лейтенант Байрам Фуслан Флюрович. Причина остановка – тонировка. А тонировка у нас что, запрещена? Каким пунктом правил? Правил дорожного движения, основное положение – пункт 7.3. В пункте 7.3 правил дорожного движения прописано, что разрешается применять тонированные стекла, если они соответствуют техническому регламенту. А в техническом регламенте прописано, что боковые и ветровые стекла должны быть не менее 70%. То есть, тонировка на транспортном средстве вашего автомобиля не запрещена. Прежде чем продолжить дальше диалог с инспектором ДПС, нужно убедиться, а действительно ли это инспектор. Согласно приказу 185 пункту 20, проявите, пожалуйста, ваше служебное удостоверение в развернутом виде. Замкомандир батальона Байрамов Фруслан. При разговоре с сотрудником обязательно воспользуйтесь регистратором или видеокамерой. Теперь, после того, как мы убедились, что это настоящий инспектор ДПС, после того, как включили видеокамеру, и согласно пункту 2.1.1, мы должны правил дорожного движения передать ему все документы на автомобиль. Инспектор визуально определил, что ваше транспортное средство затонировано, но он должен доказать, что оно не соответствует техническому регламенту. Вы можете просто поинтересоваться у него, у вас какой измеритель светопропускания стекол? У нас нет приборов. Пройдем к служебному машину. Административный регламент, утвержденный приказом 185 пункт 70, гласит, сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения выйти из автомобиля, вправе предложить, а не приказать. Так что спокойно сидим в своем автомобиле. У инспектора ДПС нету собой измеритель светопропускания. Значит, просите протокол. Протокол – это несогласие со своей виной. Составьте, пожалуйста, протокол. Протокол об административном правонарушении. Тут инспектор записывает, кто он, его нагрудный знак, какой пункт правила вы нарушили, основные положения 7.3. И вы не согласны со своей виной. В протоколе есть графа, объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Пишем. С вменяемым правонарушением не согласен. Инспектор не применял технические средства. В протоколе не отразил их применение. Вывод о несоответствии требованиям технического регламента сделан без достаточных оснований. Так как в протоколе инспектор обязан указать, тут даже прописано, при применении спецтехнических средств указывается их показание и наименование. Должна быть степень светопропускания, каким-то уметром было замерено, и дата следующей поверки. И есть графа, ходатайство, рассмотрение дела, административного правонарушения по месту жительства. Всегда просите, чтобы рассмотреть дело по месту жительства, по месту прописки. Есть решение суда. Это была судебная практика в городе Салават. Никаких данных о применении специальных технических средств, позволивших установить несоответствие светопропускания стекол, установленных на автомобиле под управлением такого-то гражданина, обжалуемое им постановление и представленные в ГИБДД материалы, не содержит. И суд решил, постановление номер такой-то о привлечении к административной ответственной по части 3.1 статья 12.5 Кодекса административного правонарушения отменить. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном, часть 1 статья 12 КОАП, в отношении такого-то гражданина прекратить, в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. Это судья Якунина, Салаватский городской суд. То есть, если у инспектора ДПС нету с собой, то у метра, то есть это измеритель светопропускания стекол, если он вам составит протокол или постановление, действия его будут незаконны. Суд вы выиграете. 100%. Всего доброго, счастливого пути. До свидания. Можно поинтересоваться, а у вас какой измеритель светопропускания стекол? У нас 100 метр тоник. Так на улице в данный момент минус 15 градусов. Все равно мы сделаем замер. Измеритель светопропускания стекол. Как сказал данный инспектор, на улице сейчас минус 15 градусов, он все равно хочет произвести замер. Возите с собой всегда брошюрку. Это руководство по эксплуатации данного прибора тоник. В нем на странице 5 прописано. Условия эксплуатации прибора. Температура окружающего воздуха должна быть от минус 10 до плюс 40. То есть замерять при минус 15 градусов данным прибором, тауметром тоник, запрещено руководством по эксплуатации. Прежде чем сделать замер светопропускания ваших стекол, инспектор на тауметре тоник должен сделать калибровку. 100%. Калибруем. Прибор того метра показал 100. Значит, это он показывает степень светопропускания. То есть на данный момент светопропускаемость 100%. Замерим. У вас степень светопропускаемости 11%. Вам выписали протокол. В графе «Объяснение» нужно обязательно написать. С вменяемым правонарушением не согласен. Инспектор произвел замер при температуре ниже, чем прописано в руководстве по эксплуатации измерителя тоник. При минус 15 градусов. Вывод о несоответствии требований технического регламента сделан без достаточных оснований. Справку о температуре окружающей среды в день, когда производился замер, вы можете взять в любой метеослужбе в вашем городе. Причина остановки. Тонировка. Если вас остановил инспектор ДПС и причина остановки – тонировка. У него есть ТУ-метр. И погода позволяет выполнить замер с цепенью светопропускания ваших стекол. Но вы хотите избежать штрафа – выход есть. Если вы сделаете так, то штрафы вам избежать, потому что вы устранили на месте. Даже если инспектор скажет все равно штраф 500 рублей – это неправильно. Потому что в протоколе, я вам уже рассказал об административном правонарушении, он должен будет указать обязательно степень светопропускания ваших стекол. А она у вас сейчас будет соответствовать требованиям технического регламента. У нас есть аптечка, знак аварии на остановке, огнетушитель. Вдруг случилось так, что вы испугались инспектора и признались, что у вас нету этих предметов. Не нужно рассказывать, что вы завтра их купите. Смело заявляйте инспектору, что все эти предметы были вами применены по назначению минут 10-15 назад. Аптечку вы отдали упавшему велосипедисту, знак аварийной остановки, сломавшемуся автомобилю. Огнетушителем залили брошенный на обочине костер. А сейчас вы двигаетесь к месту стоянки или ремонта с применением всех мер предосторожности согласно пункту 231. Причина остановки. Не включен ближний свет фар, не пристегнут ремень, вы разговариваете по телефону. Никогда не признавайте свою вину. Признание вины – это первый шаг в тюрьму. Всегда запрашивайте у инспектора протокол. Протокол – это несогласие со своей виной. Если есть свидетели в вашей машине, вписывайте обязательно их. Если инспектор отказывается, чтобы вы их вписали, вы в объяснении внизу все равно пишите, что инспектор отказался, вам запретил вписывать ваших свидетелей. Вы не обязаны доказывать свою невиновность. Это презумпция невиновности Кодекса административного правонарушения, статья 1.5 и Конституции Российской Федерации, статья 51. Это инспектор ДПС в суде должен будет доказать, что вы совершили административное правонарушение. Если у инспектора ДПС нет фото или видеофиксации, суд вы выиграете 100%. В суде инспектор ДПС будет говорить, чтобы вы не были пристегнуты ремнем безопасности, а доказательств у него нет. У вас есть свидетели. Если даже свидетелей нет, вы все равно пишите, что ПДД не нарушал. Также был не включен ближний свет фар. Вы разговаривали по сотовому телефону, всегда пишите ПДД не нарушал. Что бы инспектор вам не вменял в суде, у него своя правда, у вас своя правда. Судья, опираясь на Конституцию Российской Федерации, статья 49.3. Это неустранимые сомнения виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Встанет на вашу сторону. Мой видеосюжет не призывает к агрессии в сторону работников правоохранительных органов. Я только хочу, чтобы граждане нашей страны осознали, что у них есть права и научили их отстаивать и бороться. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения.